Здравствуйте! На календаре 14 апреля, а за окном сугробы. Просто невозможно поверить, что через каких-то пару недель распустятся почки, а сад наполнится ароматом первоцветов. В этом выпуске программы мы уделим внимание рассаде, сделаем плановые посевы и посетим загородный участок. Присоединяйтесь! Несмотря на то, что на участке еще лежит снег, нужно готовить теплицу к новому сезону. Каркас теплицы я буду промывать обычным мыльным раствором. После мыла все промываем обычной чистой водой. В опрыскиватель я заливаю 3% перекись водорода. Я купила ее в аптеке, и, как вы понимаете, это средство стоит совсем недорого. Нужно знать, что перекись водорода хоть и слабая, но все-таки это кислота. Поэтому на мне косынка, перчатки. И в обязательном порядке я одеваю респиратор. Нужно обработать не только всю конструкцию теплицы, но и нетканный материал. Он защищает мои растения от палящих лучей солнца. Каждый год я его не снимаю, он служит несколько лет. Приступаем к работе. Все вы знаете, что я стараюсь получать на своем участке экологически чистый урожай. Поэтому в мои грядки не должно попасть ни грамма химии. Я буду вносить 8 составляющих, которые, надеюсь, позволят мне получить хороший и богатый урожай. Ну что ж, начнем с обогащающих элементов. Каждый год я вношу настоящий биогумус. 1 литр на квадратный метр. Первый год в своей теплице я буду добавлять уголь. Это уголь березовый, который предназначен для шашлыка. Желательно вносить не мелкую пыль, а кусочки от 1 до 4 сантиметра. Земля на участке у меня сопещаная. Поэтому каждый год я вношу небольшое количество сопропеля. Если у вас земля тяжелая, его тоже можно вносить. Но количество надо прямо снизить до минимума. Я сопропеля могу вносить даже в больших количествах. На двухметровую грядку я взяла 1 литр сопропеля. Следующий компонент, который также будет обогащать мою почву, это костная мука. Ее можно купить на базе, где продают корма для животных. Это будет гораздо дешевле. На двухметровую грядку достаточно пол-литра. В садовых магазинах также можно приобрести кембрийскую глину. У нее просто богатейший состав. Я сэкономлю и на свою грядку внесу всего лишь 1 стакан. Также можно внести перлит. А перлит я не вносила. Он способствует равномерному капиллярному распределению влаги в почве. Поэтому добавлю. Теплица у меня нова, поэтому следующий ингредиент я добавляю первый раз. Это циолит. У него высокое содержание кремния. Все тщательно перемешиваем. С заправкой одной грядки я справилась, а здесь их 5. Но сейчас я хочу обратить ваше внимание на почвенный термометр. Вот он. Термометр находится на глубине приблизительно 15 сантиметров. И он показывает температуру 9 градусов. А к чему я, собственно говоря, это вам все рассказываю. А вот к чему. Дело в том, что несколько дней назад температура почвы была всего 5 градусов. И я включила в теплице инфракрасный обогреватель. У меня есть терморегулятор. Я выставляю температуру на 15 градусов, и ночью ниже 15 она не опускалась. И вот за эти 3 дня почва прогрелась до 9 градусов. А высаживать рассады и вносить бактерии, которые будут обеззараживать нашу почву, можно только при 15 градусах. Я думаю, что через неделю мы уже с вами займемся высадкой. Отправляемся домой. Продолжим заниматься рассадой. Препараты «Биокомплекс» можно заказать в интернет-магазине bio-defis-complex.rf Здравствуйте, дорогие дачники-фермеры. Прекрасная рассада поспела. Это один из моих любимых баклажанов бибо. Очень скороспелый. Когда его будете кушать, он в шареном виде, как будто грибочки кушаете. Понимаете, это очень здорово. Но, товарищи, чтобы кушать грибочки, нужно еще эту рассаду высадить в теплицу, или в открытый грунт. А земельку тут надо подготовить. На днях я поеду заправлять грунт в теплицу. Сначала я перекопаю все, чтобы мусор весь удалить. А затем буду землю, что положу? Костную муку. Почему? Чтобы был фосфор, кальций, азот. Рыбную муку. Чтобы огурчики, помидоры, которые я буду выращивать, не только элементы питания, но чтобы они были более вкусными. Томаты, в частности, более крупными. Яичную скорлупу положу. Для чего? Для того, чтобы кальций был. Но не только. Когда вредитель касается яичной скорлупы, он отходит в сторону. То есть борьба с вредителями. Также рогокопытную муку, в которой есть порядка 18% азота. И еще кремний обязательно положу. Это все опять перекопаю. После того, как мы внесли питательные вещества, нужно продезинфицировать всю землю. Для этого надо внести биологический фунгицид. Или вот такой препарат, таблеточку, в которой есть 4 вида триходермы, 5 видов бацилиуса и азот, фиксирующий бактерии. Итак, очистка проведена. Мы начинаем высаживать рассаду. А в следующих программах мы продолжим эту тему. Семка Самара приглашает в фирменные магазины за дачными товарами. Семена, грунты и удобрения. Оптовая торговля 9500-900. В середине апреля я сею кабачки на рассаду. Идеальный возраст рассады бахчевых культур составляет 25 дней. Прибавляем 5 дней на всходы. Получается, что высаживать я их буду 15 мая под нетканный материал. Посев будем делать в горшочке с выдвижным дном. Обязательно насыпаем в качестве дренажа циолит. Заполняем стаканчики наполовину качественным грунтом. Поливаем. На всякий случай, как обычно, посеем по 2 семечка в горшочек. Семена обязательно кладем в плашмин. Присыпаем с таким расчетом, чтобы семена оказались на глубине 1 см. В воду добавляем водоросль хлорелла 50 мл на литр. И биологический фунгицид. И еще раз увлажняем. Не забудьте подписать свои посевы. И точно так же сегодня я посею различные виды фасоли на рассаду. В овощных отделах наше внимание всегда привлекают качаные салаты. Мы тоже можем вырастить их на своем участке, но их также нужно посеять на рассаду. Для них будет достаточно торфяных таблеток. Приступаем к посеву. Делаем в таблетках небольшое ложе. И семена сеем на глубину приблизительно 2-3 мм. Своё рабочее место, как всегда, уступаю Ивану Якшину. Здравствуйте, уважаемые дачники! Сегодня я познакомлю вас с виноградом, который можно выращивать и в средней полосе России, и в Подмосковье. Начнем с винограда «Преображение». Это ранний виноград розового цвета, вот такой вот красивый виноград. Ягода до 20 грамм, кисти крупные, до полутора килограмм. Виноград укрывной, выдерживает морозы до 25 градусов, но укрывать обязательно. Очень ранний виноград «Геракл» с интересной ягодой белого цвета. Ягода не очень крупная, до 9 грамм, кисть около 700 грамм. Очень ранний виноград «Юлиан». Многие его уже выращивают на своих участках. Кто еще не выращивал, советую приобрести. Ягода крупная, до 9 грамм, кисти до 1,2 кг. Выдерживает морозы до 25 градусов, требует укрытия. Очень распространенный сорт «Восторг». Ягода крупная, до 7 грамм, кисти до 700 грамм. С легким мускатным привкусом. Интересный сорт винограда «Ранни» – «Аладдин». Ягода крупная, до 10 грамм. Цвет очень интересный, розовый, обладает гармоничным вкусом, выдерживает морозы до 25 градусов. Очень ранний сорт винограда «Кармен». Ягоды фиолетово-красного цвета, очень вкусные, до 15 грамм. Кисти крупные, до килограмма, также требует укрытия. Любимые сорта детей – это кишмиш. Ягоды не содержат косточек. Вот такой вот новый сорт кишмиша «Белое пламя», очень вкусный, с небольшим загаром. Ягода крупная для кишмиша, до 6 грамм. Кисти до 2 килограмм. Также сегодня хочу представить вот такой интересный прибор. Это садовый степлер для подвязки винограда, для подвязки огурцов, томатов. Делается это очень быстро. Готовый прибор обернули и подвязали. Экспериментируйте и получайте большие урожаи на ваших участках. В центре эффективного садоводства Ивана Якшина большой выбор товаров для дачников. Внимание! Открылся новый магазин на улице Волгина, 122. У меня в гостях Никита Чераев, а это значит, что в очередной раз мы будем говорить о полезных свойствах биогумуса. Здравствуйте, дорогие дачники! Никита, у меня главный вопрос. Что содержится в настоящем биогумусе? Гуминовые вещества, азот, калий, фосфор. Гуминовые вещества. Никит, в магазинах продаются удобрения. Там 100% написано на баночке гуминовые кислоты. Это там порошок, паста. Как вы к этому относитесь? Они получены из бурого угля с помощью щелочи, причем выщелачивания. То есть считаться уже полностью экологически чистыми они, конечно, не могут? Абсолютно верно. А достаточно ли просто вносить биогуму, чтобы получить хороший урожай? Конечно, достаточно, поскольку биогуму содержит полный комплекс необходимых питательных веществ. Ну хорошо, Никит, а вот томат наливается. Ему нужна дополнительная доза калия. Вот в биогумусе такого повышенного содержания калия нет. Что мы в этом случае делаем? Мы можем удобрить, не используя минеральных удобрений, можно использовать залу. То есть мы опять добавляем к биогумусу залу, и этого будет вполне достаточно. Этого будет достаточно. Да, мы, конечно, не получим такой урожай, который получают фермеры на чистой минералке, но нам это и не нужно. Наша цель – это экологически чистый урожай. Весной при высадке рассады в открытый грунт бактерии еще спят, и растения голодают. Для того, чтобы это исправить, нам нужно применять вытяжку из биогумуса. А вытяжка из биогумуса, как мы все с вами знаем, называется вермикомпостный чай. Он перед вами, и пользуемся мы ей с вами регулярно для подкормки рассад. Для этого стакан настоящего биогумуса нужно сутки настоять в 10 литрах воды комнатной температуры. Желательно, конечно, использовать воду без хлора. Никит, а как дальше разбавить этот концентрат? А полученный раствор требуется разбавить 1-3 с обычной талой водой. То есть получается, что у нас из 10 литров этого концентрата получается 30 литров рабочего раствора. Чараевский биогумус – это отличное качество, высокая эффективность, абсолютная безопасность, универсальность применения и никакой химии. Доставка по России транспортными компаниями. Заказать можно на сайте biogumus63.rf Здравствуйте, уважаемые дачники, садоводы. Сегодня мы снова готовы порадовать вас новинками и полезными вещами к новому весеннему сезону. В первую очередь хотим показать вам красивые вещи, которые будут украшать ваш участок в купе с цветами, декоративными растениями. Это наша новинка – изделия из пластика. Эти изделия выполнены из материала, устойчивого к ультрафиолету. Они не будут выгорать на солнце долгое время. Дорогие друзья, обратите внимание на вот это кашпо. Толстая стенка, очень красивое изделие. Можно повесить на вашем балконе, можно повесить, скажем, на веранде в частном доме. Или можно повесить с наружной стороны окна. Очень красиво будет выглядеть. Дорогие друзья, вот эти изделия будут хорошо выглядеть при оформлении участка в деревенском стиле, в стиле кантри. А вот это изделие больше подходит для классического стиля сада. Еще о чем я хотел рассказать – это новое удобрение, сделанное в Белоруссии на основе торфа. В его состав входит достаточно много гуминовых кислот, фульвокислот, аминокислоты, витамины и ряд других полезных микроэлементов, которые незаменимы при выращивании различных культур и декоративных растений. Попробуйте эту новинку и оцените результат в новом сезоне. Открывается новый сезон. Приглашаем вас за новинками. Магазин «Капельный полив» предлагает широкий ассортимент дачных товаров. Улица Минская, дом 25. Приглашаем вас на выставку в Экспо «Волга» с 19 по 22 апреля. После 5-6 листа у рассады петуни я удаляю макушку, то есть я их прищипываю. И в итоге это вызывает рост боковых побегов. И для этого роста нужно большое содержание азота. Поэтому выбираем минеральное комплексное удобрение, где высокое содержание азота. И готовим рабочий раствор. Внимательно изучайте состав. Высокоэффективное удобрение помимо азота, фосфора и калия содержат аминокислоты, природные гуминовые кислоты, комплекс витаминов и микроэлементов. Где-то приблизительно через 10 дней петуни нужно будет стимулировать к цветению. И следует выбрать уже в этом случае другое удобрение, где элементы питания смещены в пользу фосфора и калия. Несколько недель назад при помощи зеленого черенкования я укореняла свои колиусы. Вот видите, все обросло корешками. И из пазух листа начали расти пасынки. Чтобы кустики были пушистыми, у них нужно обрезать макушки. После такой стрижки кормим их удобрением с высоким содержанием азота. У перца, который я буду высаживать в теплицу, уже появились бутоны. В развилке первый бутон, который называется корончатый, вот этот цветочек, его нужно удалить. Остальные цветы можно не трогать. Если перцу не понравится, он сбросит бутоны самостоятельно. Но в обязательном порядке все рассаде сейчас нужно дать микроэлементы. И я предпочитаю давать их вечером по листу. У нас есть два варианта. Есть просто микроэлементы. И есть микроэлементы на основе биогумуса. Рабочий раствор готовим строго по инструкции. Баклажанам тоже достанутся микроэлементы. И дома, и на грядке все растения в порядке. Спрашивайте продукцию в магазинах вашего города. Вот и наступил новый дачный сезон. А это значит, что впереди нас ждет дачная выставка, которая пройдет в Самаре уже в десятый раз. За все время ее посетило более 120 тысяч посетителей. И в этом году мы хотим сделать акцент на наших производителях региональных и селекционерах. Будут подниматься такие вопросы, как изменения в законодательстве, вопросы межевания участка, юридические вопросы. Также специалисты расскажут все об удобрениях и их правильном использовании на вашем садовом участке. Самарский питомник представит новинку после полевых испытаний и тестов. Институт готов представить новые сорта яблок. Также на выставку в этом году приглашены множество производителей посадочных материалов из Самарской области и соседних к нам областей. Будут питомники и частные производители из Сызрани, Пестравки, Ульяновска, Зубчининовки, Тольятти. Отдельное внимание будет посвящено цветам. Будет множество самых разнообразных сортов роз, луковичных растений, декоративных кустарников. Кроме того, наши участники будут разыгрывать ценные призы на выставке и проводить мастер-классы. В общем, будет красочно, полезно и интересно. Днем 21 апреля в рамках выставки состоится встреча с ведущими программы «Дачные сезоны» телеканала «СКА ТНТ» Мариной Рыкалиной и Виталием Декабревым. Они выступят с большим мастер-классом по экологически чистому земледелию. К ним присоединится и команда экспертов программы – Александр Самсонов, Иван Якшин и многие другие. Приглашаем наших телезрителей на выставку-ярмарку «Дачный сезон-2018» с 19 по 22 апреля в выставочном комплексе «Экспо-Волга» по адресу Мичурина, 23А. На этом наша программа подошла к концу. Полную версию вы можете посмотреть на моем канале YouTube Марина Рыкалина. Увидимся. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok